Издательство «Эксмо», книга «Новорождённая мама. Готовы быть счастливой». Читает автор Женя Насаль. Введение Меня зовут Женя Насаль. Я автор проекта «Мамин курс» и книги «Рода от природы». В своих вебинарах, марафонах и тренингах я готовлю женщин к родам и материнству, а в жизни выступаю в роли доулы, консультанта по грудному вскармливанию и уходу за детьми первого года жизни. Говорят, вакушерство приходят либо через травму, либо через эйфорию. У меня было и то, и то. Сперва травма потери, потом радость обретения. Свою первую беременность я начала совсем негармонично. С УЗИ каждую неделю, анализов ХГЧ и гормонов. Сообщение с врачом, которое другого подхода и не знало. Да и я тоже тогда очень многого не знала. Врач была лишь зеркалом моих ценностей и представлений. Моя первая беременность, увы, не сохранилась. Когда я забеременела старшей дочкой, всё было по-другому — с принятием, с уважением к телу, с осознанием своей роли. Я не тряслась, как банный лист, хотя, не буду лукавить, иногда всплывала тревожность, но я уже знала, как с ней работать. Я выбрала другое состояние. Новую беременность я проживала как женщина, а не как девочка. Эйфория после вторых родов побудила меня делиться своим мышлением и пониманием громко и вслух. Я убеждена, что осознанная и качественная подготовка к родам и материнству сохраняет здоровье матери и ребёнка, как физическое, так и психологическое. Именно поэтому мне важно передавать свои знания. И это работает, что подтверждает историю родов и тысячи благодарных отзывов выпускниц моего проекта. Я написала книгу «Рода от природы», где изложила все знания, накопленные на тот момент. И теперь пришло время второго, вечно актуального запроса, рассказать не только о беременности и процессе рождения, но и о материнстве, которое уникально каждый раз, неважно, впервые или нет, ты познаёшь это счастье. После родов, как правило, всё внимание семьи и близких отдано ребёнку, а про маму будто забывают. Но одновременно с ребёнком рождается и новая женщина. «Новорождённая мама» — это книга о твоём становлении, перерождении. Ты тоже стала новым человеком, поскольку такой мощный опыт, как рождение ребёнка, безусловно меняет. Новорождённой маме теперь нужно понять, как счастливо жить в изменившемся теле, с изменившимися реакциями и наслаждаться материнством. Я пройду этот путь с тобой, научу, как позаботиться о себе, как понять себя и своё тело, наполню внутренней силой и любовью, а ты отдашь всё это своему малышу. Кроме вступительной главы, в книге всего два больших раздела, и только последний из них посвящён в основном ребёнку. Ведь это не книга «Уход за ребёнком» от рождения до года, хотя кое-какие полезные материалы тут обязательно будут. И про колики, и про купание, и про сон, и про аллергию. Но фокус внимания в каждой главе будет на маме. Это от её настроения, здоровья и режима будет зависеть состояние малыша. Это её восстановление почти не описано в профессиональной литературе. Это именно мама отдаёт всё, что может ребёнку, а о себе забывает. Не надо так. Всё, что расскажет книга, будет про тебя и для тебя. Сейчас ты — центр своего собственного мироздания. Особую благодарность выражаю экспертам, которые присоединились к моей книге и поделились своим ценнейшим практическим опытом. Для тебя — вырождённая мама. Дарья Гинсбург — семейный детский перинатальный психолог. Светлана Троян — акушерка, специалист по грудному вскармливанию и уходу за ребёнком, преподаватель авторской школы по грудному вскармливанию и уходу за ребёнком, опыт более 17 лет. Роман Гагаркин — врач-акушер-гинеколог первой категории, врач ультразвуковой диагностики. Светлана Шнырова — перинатальный психолог, специалист по послеродовому пеленанию, Ирина Гребенщикова — врач-терапевт, кардиолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, сертифицированный коуч ICF. Анастасия Соколова — психолог, консультант по грудному вскармливанию, специалист по детскому сну и психосоматике. Мария Трегубова — врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, перинатальный психолог, специалист по психосоматике, медицинский кинозеолог, остеопат. Елена Вербицкая — детский стоматолог. Давай начнем.